Наверное, городской житель не поймёт, почему сельчане осенью и весной оставляют машины на центральной улице, перебываются в калоши или резиновые сапоги и идут к своим домам в переулке пешком. Особенно остро проблема бездорожья стоит в сёлах, где ведётся активное строительство. Дома начали строить. У нас один дом был, где-то, наверное, года с 2018. Я начал строиться, у меня здесь крайний дом, в 2020 году. Дороги как таковой не было, то есть было направление. То есть мы ездили сбоку, по самодельной, скажем так, дороге. В этом году у нас начали делать дорогу, то есть положили трубу ливневую, подвезли немножечко земли. На этом вся работа прекратилась. После дождей проехать невозможно. Подсосинки – одно из ближайших к городу сёл, поэтому здесь возводится много новых домов. Людям удобно ездить на работу в Балаково. Вот только перспектива появления асфальта на новых улицах пока туманна. Строить дорогу, как вот дорога энергетиков, и в подсосинках таких дорог много, так скажем, новый микрорайон, я его называю, значит, требует проработки проекта. Сейчас вот закончим с проектом по многодетным. Второй, как бы, по приоритетности, по объёмам – это подсосинки. И с депутатами я об этом тоже говорил. Если получится, то, возможно, мы начнём разрабатывать проект по строительству дорог в подсосинках. Куда будут включены, так скажем, все дороги, которые не имеют твёрдого покрытия. Но сначала проект, потом строительство, там вхождение опять же программ, потому что деньги большие, там километры. Без поддержки программы по развитию сельских территорий ни в подсосинках, ни в других сёлах новых дорог не построить. Слишком большие затраты как на проект, так и на асфальтирование. Средства, которые приходят из области из расчёта 3000 на одного сельского жителя, администрация поселений на эти цели направить не может. Иначе все остальные сёла муниципального образования останутся без ремонта дорог. При этом денег на строительство новых всё равно не хватит. По 3000 на человека где-то мы выходим ориентировочно. Ну, маленькие сёла не беру, а вот такие крупные, как Новниколаевка, подсосник, там где-то выходим на 2-3 миллиона рублей. Ну, по году. И там делаем, в общем-то, начиная от укладки асфальта и отсыпки щебня, где это необходимо. То есть вот в этом году, так скажем, в 9 населённых пунктах работы велись. Дороги, которые будут ремонтироваться в следующем году, сельчане определяют уже сейчас. Они выбирают, допустим, 2-3 дороги. По приоритетам, в зависимости от объёмов, мы начинаем это на следующий год делать. Осмечивать и готовить аукцион. Есть определённые ограничения. Деньги у нас приходят с областной, ну, 3000 на человек, вот то, что об этом говорю. Значит, есть определённые ограничения. То есть мы можем по закону ремонтировать, допустим, щебёночные покрытия на щебёночные покрытия, асфальт на асфальт, то есть замена, ямочный ремонт там и так далее. К весне у администрации будет понимание, какие участки войдут в итоговый список. И новых улиц в нём, к сожалению, не будет.